Аллея Трудовой Славы появилась в 1985 году, в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. На аллее была установлена стела, посвященная ветеранам Куйбышевского производственного объединения имени Фрунзе. Заместитель и руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самара Антон Темников рассказывает, что его отец принимал активное участие в создании всей Аллеи Трудовой Славы. А теперь он сам примет участие в создании нового проекта по обновлению стеллы. Все мы знаем, что трудовая безымянка – это заводы, которые были эвакуированы во время войны из других городов, в общем-то, были оперативно развернуты и работали на нашу победу. И эта мысль возникла, чтобы увековечить память именно вот этих заводов, работников этих заводов, создав вот такую аллею. К сожалению, со временем вот эта стела уже пришла в негодность с атмосферными осадками и так далее. Сейчас идет речь о воссоздании ее в том первоначальном виде, в котором она задумывалась. На данный момент стела, посвященная ветеранам Кубишевского производственного объединения имени Фрунзе, признана аварийной и подлежит сносу. Однако ее восстановят, сохранив первоначальный вид. Ее обновление и дальнейшую судьбу обсуждали совместно с историко-культурной общественностью и ветеранскими организациями. Естественно, что ветераны к этому относятся осторожно, но с одобрением. Осторожно в том смысле, чтобы не были искажены те данные. Но именно для этого специалистов и экспертов, в том числе и меня, привлекают для развития этого комплекса. В ходе обследования было выяснено, конкретно на этом мемориальном сооружении, что есть критически недопустимый угол отклонения высотного сооружения. Поэтому было принято решение, вернее, даже это было указано в акте необходимости демонтажа данного сооружения. Прежде чем демонтировать, для того, чтобы сохранить именно эти параметры, были проведены лазерные сканирования. Сохранено облако точек, по которому будет воссоздано данное мемориальное сооружение. Работы по воссозданию мемориала планируют закончить в 2025 году. Августина Охременко, Николай Сидоров, События.